Откуда мы с тобой знакомы? Включи только микрофончик. Тебя не слышно. Наташ, ты как организатор нажми на Юлю на три точечки и напиши попросить включить микрофон. А то я тебе права модератора отдала. Тут надо нажать, чтобы у Юли включился микрофон. Потому что не слышно. Наташа, ты слышишь? Да. Юля, внизу. Первая? Всё, всё, всё слышно. Давай, Юля. Так, что могу рассказать о себе? Знакомым и как знакомым я забирала заказы. у вас на офисе. Серьёзным вроде. Заказы делала только для себя. Для себя, для клиентов. Затем как бы решила, что... Не то, что решила, а узнала, что можно зарабатывать деньги, неплохие деньги. Вот как бы так. Хорошо. Юлечка, а что узнала? Что тебя зацепило? Что тебя заинтересовало? Почему ты сейчас вот пришла? И кто тебе об этом рассказал? Наташа? Наташа, да, конечно, Наташа. Наташа вообще умничка такая. Она терпеливая. Столько терпения у неё очень много. Прям ей такой реэффект большой. Вот. Немножко теряюсь. Столько было, было-было всего. И сейчас потерялась уже, что точно нужно сказать. Ну, что привлекло? Привлекло то, наверное, что и многих заработать деньги, которых вечно не хватает. Юль, а где ты работаешь? У тебя есть какая-то... Давай на ты, а то я себя чёткой взрослой чувствую, когда на вы. Я работаю в школе, учителем. Классно. Наша профессия. Умеешь обучать, научить, научить других учить. То есть это всё именно про Reflame. Потому что здесь очень больших успехов добиваются именно учителя. А что преподаёшь, Юль? Русский язык и литературу. Ой, вообще замечательно. Замечательно. Значит, смотрите, девчата. Я тогда буду сейчас... Сконцентрируюсь на Юле, да? Юле буду... То есть мне Наташа попросила рассказать встречу по бизнесу, ну, то есть презентацию, как я это веду для новичков. Поэтому Юля для меня сейчас новичок. Хорошо, Юль? Поэтому я тебе кое-какие вопросики буду задавать. То, как я именно веду встречу для новичков. А вы уже на основе этого материала что-то для вас будет уже знакомо, что-то для вас будет новое. Вы потом уже на основе этого материала будете вести встречи для своих. Вот. Но мы с Наташей договорились, что ещё пару раз мы вот так встретимся. То есть ко мне на встречу можно приглашать новичков, которым бы я рассказала про возможности бизнеса. И потом вот пару ещё встреч послушаете, и уже будете понимать, в каком... Ну, в каком направлении двигаться. Юль, смотри, для того, чтобы нам с тобой начать, мне хочется узнать, есть ли у тебя какие-то любимые продукты в Арифлейм? Чем пользуешься? Что нравится? Как бы нравится сначала... Изначально почему пришла? Мне понравились парфюмерная вода. На водичку. Да, на водичку. Затем стала пробовать тушь, помады. Сейчас перешла уже на крема. Мне как бы нравится. Витамины просто бомбические. Я на себе их испытала уже. Я месяца, наверное, четыре принимаю. Как бы это эффект вообще на лицо. Больше энергии появилось, да? Больше энергии, как бы отражение в зеркале. Начинаешь себе нравиться. Ну вот если по витаминкам говорить, то что я заметила? Что сухая кожа стала комбинированной. Это благодаря омеги-3. Это для меня очень важно, потому что сухой тип кожи, он быстро стареет. Вот, появляются мелкие морщинки, мимические морщинки. Поэтому классно, что она стала сейчас комбинированной и не идет такой быстрый процесс старения, как обычно при сухой коже. Вот, еще витаминки я почувствовала, что ушла сонливость. Обычно после обеда хотелось, ну, прикурнуть, поспать. Вот, а тут больше энергии, вот эта сонливость ушла. И по состоянию волос и ногтей. То есть если раньше я ходила там на коррекцию там раз в месяц, то сейчас раз в три недели, то они быстро начинают расти. Ногти, волосы, то есть совершенно другого состояния. Но это я заметила после четвертой пачки. После первого увлажнения кожи, а вот после четвертой именно вот общее состояние. Поэтому вот уже 12 лет я на этих витаминках и муж, и детки. Потому что, ну, у нас в России это не принято, профилактика здоровья. У нас врачам платят по количеству больных, по количеству талончиков, которые проходят в течение дня. А если брать европейские развитые страны, такие как Швеция, у них как раз все за профилактику. У них, если ты не пришел в определенный срок и не показался стоматологу, то есть себя могут вычесть определенную сумму денег, зарплаты, потому что, значит, ты не занимаешься профилактикой. У тебя в любой момент может заболеть зуб, и, соответственно, ты пропустишь работу. То есть там очень все строго по поводу профилактики. У нас сейчас только это приходит, только это становится популярным, потому что в 2008 году, когда компания запустила Wellness, у нас в России вообще никто еще не думал про ЗОЖ, про ПП, про здоровый образ жизни. То есть об этом никто ничего даже не говорил. У нас это пришло только где-то в 2012-2013 году, а сейчас это набрало обороты. То есть не просто так у нас витамины запустили с 2008 года, потому что Швеция уже давно смотрит в это направление. Поэтому нам с вами повезло, потому что покупать Wellness продукты, именно Wellness by Ariflame мы можем только в компании Ariflame, потому что у этого производителя контракт именно с Ariflame, потому что основатели нашей компании очень большие деньги вкладывали в разработку этих продуктов. Поэтому ни в одной аптеке мы не можем купить такую омегу, ни в одной аптеке, ни на каком iHerb мы не можем выписать такого качества стоксантин. И я об этом тоже всегда говорю. Но тогда мы про качество продукции говорить сегодня не будем. Сосредоточимся именно на видах дохода, потому что влюблять тебя в продукт не нужно, ты уже сама все знаешь, раз есть свои любимые продукты. Единственное, что хотела спросить, Юль, какую бы ты сумму хотела дополнительно зарабатывать к основному виду дохода, чтобы чувствовать себя комфортно? Я вчера подсчитывала, мне Наталья поручила задание, где я считала, где мои подсчеты. Хотелки свои здесь у меня, куча моих хотелок. У меня получился, чтобы мой был доход, чтобы быть комфортным, 122 тысячи 730 рублей. Прям до рубля, молодец. 122 тысячи 730 рублей – это дополнительно к твоему основному виду дохода или это общий доход у тебя должен быть в месяц? Это получился к моему дополнительному. Плюс то, что я пошла о своей хотелке, что я хочу здесь, чего хочу, и за сколько я хочу это добиться. Смотри, 122 тысяч – это уровень сапфирового директора. Это нужно вырастить под собой 4 директорские команды. На самом деле это не так много, потому что это всего помочь 4 знакомым выйти на доход в 30 тысяч. То есть помочь 4 людям, обучить их, обучить их партнеров. То есть то, что, знаешь, вот я так тебе расскажу, как мне сказал мой наставник в свое время. Он говорит, Катя, ты кто по профессии? Я говорю, я учитель. Он говорит, о, так тебе нужно выучить здесь просто два параграфа. Я говорю, каких? Он говорит, первый параграф – это про продукцию, ну, любимые продукты. И второй параграф – это идея бизнеса. И все, говорит, доносить информацию ты умеешь, выступать на публику умеешь, общаться с человеком умеешь, потому что это мы вас учили в педуниверситете. Вот, поэтому выучи просто два параграфа. Вот я после этого поняла, что это бизнес простой, нужно просто хорошо знать продукт, быть стопроцентным пользователем. И второе – нужно понимать идею бизнеса, суть бизнеса. Для того, чтобы ее понимать, вот я сейчас проведу встречу, и потом нужно будет, ну, какие-то заметочки после этой встречи сделать, да, что возьмете себе в презентацию. И можно еще посмотреть 3-4 презентации топовых лидеров. Я Наташи скидывала, каких посмотреть. Вот, их просто нужно насмотреться и составить свою презентацию. Вот сейчас до вас девочка Юля, она в компании Reflame третий каталог. Ей 13 баллов не хватило в прошлом каталоге до 12% всего вообще. Так получилось, да, что там люди ночью сделали заказы, и девочка не отследила. Ну, короче, почти 12-процентник. И она сегодня впервые вела презентацию по бизнесу, ну, вот, получается, у нас. Сейчас, девочки, извините, пожалуйста. Да, доченька, доча, дочь, говори, говори. Доченька, тебя не слышно, тебя не слышно. Говори, дочунь. Доченька, я сейчас занята, иди, сходи, купи, хорошо? Давай, пока. Так, сейчас я включу, чтобы вас было видно. Поэтому Наташа скинет еще вот эти вот ссылочки на суть бизнеса, их нужно будет отсмотреть и составить свою. Потому что вот эта девочка, которая 12-процентник, до вас она сейчас выступала, впервые рассказывала свою презентацию. Она говорит, сколько я презентации не слышала, ну, и как бы я воспринимала, да, все понимала. Ну, когда вы мне дали задание, что мне нужно самой рассказать презентацию вот так вот на зуме, и чтобы меня послушали там пять человеков с команды, нас было восемь, кстати. То, говорит, это такая ответственность. Я, говорит, села и поняла, что я ничего не знаю. Я, говорит, написала себе план, по которому я буду вести. И вот, говорит, я вот сейчас впервые выступаю, не судите строго и так далее. И вот она выступила. Хорошо выступила. Заволновалась, конечно, кое-что почитывала, но это нормально вообще для первого раза. Поэтому чем быстрее научитесь вести презентацию, тем быстрее пойдет результат в бизнесе. Значит, смотрите, я, конечно, обычно презентацию рисую либо на доске, либо в тетради, да, если с человеком провожу. Но сейчас у меня здесь доски нет, еще надо вот купить здесь, чтобы в Геленджике тоже у меня были инструменты в работе. Поэтому я буду рассказывать на словах. Если что-то будет непонятно, просто переспрашивайте. Смотрите, я, во-первых, хочу сказать, почему компания Reflame. Потому что компаний много в России, все предлагают классные возможности, заработки и так далее. Почему именно Reflame? Первая причина – это продукция естественного спроса. То есть это то, чем мы пользуемся каждый день. Что такое продукция естественного потребления, естественного спроса? Это значит, что людям не нужно объяснять, как пользоваться пеной для бритья, тушью, помадой, гелем для душа, шампунем. То есть это и так люди покупают в магазине. Просто нужно объяснить, почему выгодно покупать это у себя в личном кабинете. И на это есть 28 причин. Так и называется. Почему выгодно заказывать через личный кабинет? И там 28 причин. Там экономия времени, экономия денег и участие в распродаже. Вот эти 28 причин, я еще раз, ну я думаю, что у Наташи они есть, но я вам перешлю еще, ну получается, Наталью перешлю, а она уже скинет вам в чат. Сейчас прям сделаю, чтобы не забыть. Так, слюсарь, Наталья. Они просто всегда у меня перед глазами, эти 28 причин, и когда я общаюсь с людьми, я их выучила, я всегда могу привести какие-то аргументы. Поэтому Арифлейн, первое, это продукция естественного потребления. Второе, ценовая политика на все кошельки. Это очень удобно, потому что можно пригласить людей, которые привыкли к очень дорогой и качественной косметике. Я их легко перевожу на бренд Giordani Gold, потому что это очень крутой бренд в Арифлейн. И тональные основы Giordani Gold, например, минеральная, и душ Giordani Gold, то есть это прям премиальная серия. Есть также серия на средний кошелек рассчитана, и есть серия, которая рассчитана на молодежь. То есть это продукция по очень доступной цене. Туши есть за 129 рублей, есть карандашики по 85 рублей. Ну, то есть это вот для молодежи, которым не нужны никакие активные компоненты для борьбы с морщинками, там у них добавлен только витамин А и Е. Вот, тоже продукция натуральная. Это серия Very Me. Вот, поэтому вторая причина – это продукция на все кошельки. Дальше, третье, что компания у нас шведская. Это очень важно, потому что в Швеции все сделано на века. Это, например, Мебель Икея, есть такая фирма, очень известная по всему миру. Это Электролюкс, это компания Арифлейн. То есть это если за что-то шведы берутся, то они доводят до конца. У них все натуральное, у них правильные ценности. И не мудрено, что компания Арифлейн уже на рынке 53 года. То есть какой опыт у пятилетнего ребенка, если компании 5 лет, и какой опыт у 53-летней женщины, то есть это небо и земля. Поэтому, когда меня приглашают в компанию, которая до 10 лет на рынке, я говорю, ну, это нужно вам лет 10-20 пробыть на рынке, а потом уже посмотреть, останется компания в условиях такой жесткой конкуренции или нет. То есть компания Арифлейн в этом плане 53 года, и в России она с 96-го года, то есть 24 года в России, в следующем году будет юбилей, 25 лет. И это вот, получается, три причины, про которые я говорю, почему я в Арифлейн. Ну, еще одна причина – это маркетинг-план. И это то, что в компании есть собственные заводы и фабрики, потому что можно повторить даже маркетинг-план, тоже поставить и бонусы такие, и выплаты, но качество продукции повторить невозможно, потому что это нужны большие инвестиции. Это нужны собственные заводы, это нужны инвестиции в нобелевских лауреатов, это должны быть инвестиции в контракты со звездами и так далее. Это может сделать компания Арифлейн, потому что компания достаточно богатая, потому что она представлена в 64 странах мира, и если в какой-то стране кризис, то в других странах подъем. И, соответственно, благодаря этому компания может перераспределять финансы с одной страны в другую для того, чтобы, ну, вкладывая деньги в свой бизнес в определенной стране. Значит, компания Арифлейн предлагает метод построения бизнеса, который называется метод прямых продаж. Что это значит? Это значит, что мы покупаем не в рознице, а напрямую у завода-изготовителя. Это очень действенный метод, потому что тем самым вы экономите деньги, потому что вы не платите посредникам. У нас нет крупных оптовиков, средних, мелких, у нас нет рекламы, у нас нет зарплаты продавцам, аренды помещений, магазинов. То есть компания избегает огромную часть посредников. И, соответственно, сэкономленные деньги идут на премии, на выплаты организаторам бизнеса. Вот. И плюс компания имеет возможность сделать скидку 20% независимо от суммы заказов. У нас нет никакой накопительной системы, чтобы у вас было 20%. Новичок приходит и с первого дня он может сделать заказ и сразу же получить скидку 20% на весь ассортимент. Вот. Прямые продажи это выгодно еще тем, что вы получаете самое свеженькое сразу с доставкой на дом. Потому что, если это лежит в магазине, этим продуктом может попользоваться та же продавщица, у которой, например, дома не успела накраситься. Очень часто я раньше покупала в магазине тушь, и она была сухая. Ну, почему сухая? Потому что, если тушь однажды открыли, через 3-4 месяца она засыхает, даже если вы ей не пользовались, потому что туда попал воздух. Вот. В Арифлейм все свеженькое, сразу с конвейера. И если посмотреть на сроки годности, то сроки годности, они прям новенькие. То есть обычно 3-4 года. До 2023 года сейчас приходит, до 2024. То есть это очень классно. Значит, в Арифлейм 8 видов дохода. Обычно люди знают только про один из видов дохода очень подробно. Это про то, что можно показывать в каталоге и зарабатывать разницу от продаж. На самом деле это один из видов дохода. Вообще их 8. Первое, о чем я всегда говорю, это экономия. То есть когда вы оформляете номер, у вас есть возможность брать всю продукцию по дисконтной карте со скидкой 20%. Это очень выгодно, если семья состоит из 2, из 3, а еще если из 4, из 5 человек, так вообще. Получается очень классная экономия в течение года. Потому что мы все моемся, мы все мылись, моемся и будем мыться. То есть этот процесс остановить нельзя, независимо от какой-то экономической составляющей в стране, от кризиса. То есть люди все равно не перестанут мыться. Как обычно, даже в военные действия всегда на ура шло мыло и спички. Вот. Поэтому вот эта вот дисконтная карта 20% это очень выгодно. Нет никаких проблем с подарками, ассортимент более тысячи наименований. Всегда можно подобрать что-то свое, участвовать в различных распродажах. То есть когда есть свой личный кабинет и грамотно научиться им пользоваться, то это очень выгодно. Вот. Вторая возможность, это разница от продаж. Второй вид дохода, это разница от продаж. Это когда есть у вас клиентская база, то есть это совместные покупки с друзьями и знакомыми можно делать. И благодаря этим совместным покупкам вы получаете прибыль. Например, у вас пять подруг заказали по тысяче рублей, это получился общий заказ 5 тысяч. В компанию вы отдаете за минусом 20% 4 тысячи, тысяча – это ваша разница от продаж. На разницу от продаж можно заработать от тысячи до 20 тысяч рублей в зависимости, сколько у вас клиентов. Сейчас это модно, это называется совместные покупки. Это когда вы платите один раз за доставку, но делаете совместный заказ со своими друзьями, знакомыми и родственниками. Вот. На разницу от продаж приходит огромное количество людей, у которых есть кредиты, ипотеки. То есть они не хотят тянуть с основного бюджета, и они готовы в Арифлейм формировать клиентскую базу, чтобы оплачивать свои кредиты с денег Арифлейм. Тоже есть такая возможность. Дальше идет уже возможность дохода от бизнеса. То есть третья возможность называется объемная скидка. Что такое объемная скидка? Эта компания вам выплачивает процент с товарооборота команды, когда вы строите под собой структуру. То есть получается объемная скидка начинается уже со 150 баллов. 150 баллов – это 3%. Если вы делаете общих с командой баллов 450 – это 6%. Вот это надо прям выучить. 9% – это уровень менеджера, это 900 баллов. 12% – это 1800 баллов. Причем это вы делаете не сами, а вместе с командой. То есть 1800 баллов – это, ну, грубо говоря, 18 человек по 100 баллов сделали. Вот вы вышли на уровень менеджера 12%. 15% – это 3000 баллов. 5000 баллов – это 18%. И первая такая значимая ступенька в Арифлейм – это уровень старшего менеджера. Это открытое звание директора – 7500 баллов. Для того, чтобы сделать уровень директора, это нужно 50 человек по 150 баллов. То есть научить 50 человек оформлять заказы по 150 баллов. Это не так много, потому что если даже в день одного человека регистрировать и обучать его делать 150 баллов, то понадобится на это 50 дней. То есть, ну, грубо говоря, 2 месяца. За 2 месяца можно выйти на уровень директора. 2 месяца – это 3 каталога. Выйти на уровень директора, если по одному человеку обучать, приглашать в Арифлейм и обучать делать по 150 баллов. Что значит обучать делать по 150 баллов? 150 баллов – это, например, это мужские и женские витамины и один коктейль. Это 150 баллов. 150 баллов – это комплексный уход за кожей лица после 50 лет на VH фиолетовый. Это тоже 150 баллов. То есть, либо это, я всегда говорю, что выгоднее, продать 75 гелей для душа, который стоит 2 балла, или взять себе один комплексный уход за кожей лица. Поэтому компания и сделала фокусной категорией продукции – это комплексный уход за кожей лица. Это серия Wellness. То есть, у нас обучают, у нас прямо есть обучение по Wellness, у нас есть обучение по комплексному уходу за кожей лица, для того, чтобы мы не только сами пользовались, но и могли донести информацию до своих близких и знакомых. Значит, у нас третий вид дохода – это объемная скидка. Пока мы идем до уровня директора, мы получаем объемную скидку. Начинаем там с 1000 рублей, потом 2000, 5, 10, 15, и на уровне старшего менеджера – это где-то примерно 25-30 тысяч рублей в месяц. Следующий, четвертый уровень дохода. Ну, объемную скидку я обычно рисую, как она начисляется от команды, но сейчас нет такой возможности, поэтому это можно просто посмотреть потом в презентациях. Сейчас, минуточку. Дальше. Четвертый вид дохода – это бонусы. В компании Reflame есть очень классный такой возможность получать бонусы глубины. То есть мы можем получать бонусы от шести поколений в глубину. То есть с первого поколения директоров 5%, потом идет 2%, 0,5%, 0,25%, 0,125%, 0,625%. У вас в шестом поколении, то есть шестой человек, может быть, выйти человек на директора, вы можете его даже не знать. То есть вы поработали хорошо с первым поколением, со вторым, с третьим, с четвертым, а они пригласили уже своих. Но даже если у вас в шестом поколении появляется директор, вы все равно получаете от него свой бонус. Бонусы глубины – это самые большие выплаты. Ну, к примеру, у нас в Италии выходит в месяц от 480 до 520 тысяч рублей в зависимости от товарооборота. Из них объемная скидка, это третий вид дохода, у нас выходит где-то около 60 тысяч рублей. Все остальное – это бонусы глубины. То есть это бонусы от директорских команд, которых мы вырастили и которые вырастили наши люди. Вот. Это четвертый вид дохода. Пятый вид дохода – это премии. Пятый вид дохода – это премии. То есть за каждое звание в Арифлейм компания, за каждое новое звание компания вам выплачивает премию. Эти премии начинаются с уровня директора. Есть, конечно, менеджеровские программы. У нас сейчас Танюшка Абдалова за два месяца активной работы вышла на 15% и получила премию 25 тысяч рублей как 15%. Но это программы, которые акции – это тоже один из видов дохода будет, но я о нем расскажу позже. А премии я имею в виду единовременные выплаты за звание. Например, вы открыли звание директор, подтвердили 8 каталогов, это звание, этот уровень, и компания вам выплачивает премию 100 тысяч рублей. Это единовременная выплата от компании. Если вы вырастили под собой одного директора, то ваша премия будет составлять 150 тысяч рублей. Если второго – 200 тысяч рублей и так далее. Например, на уровне бриллиантовый директор, когда вы выращиваете под собой 6 директоров, это будет уже 600 тысяч рублей. А на уровне исполнительного директора – это 2 миллиона 400. То есть здесь вплоть до… вот раньше у нас была премия – миллион долларов. Сейчас тоже есть, если посмотрите по плану успеха, тоже огромные премии. Я хочу сказать, что моя максимальная премия в школе была 500 рублей. Поэтому, когда я пришла в Арифлейм, увидела такие премии, я у меня, конечно, ну… Я поняла, что здесь нет потолка в доходах. И это очень классно, потому что на любой работе основной есть потолок. То есть ты не можешь стать директором школы, не каждый учитель может стать директором школы. Вот, потому что это место уже занято, оно иногда передается по связям, либо назначается с управлением образованием и так далее. Ну и вообще третий вопрос – хочешь ли ты быть директором школы, да, с такой ответственностью. Вот, тем более там зарплата не такая уж и большая. Вот, это у нас получается… мы сейчас рассмотрели с вами четвертый вид дохода – это бонусы и пятый премии. Шестой вид дохода – это автопрограмма. В компании Арифлей можно получить автомобиль, вернее так, вы его покупаете, и компания вам в течение трех лет выплачивает за этот автомобиль равные суммы каждый каталог. То есть все зависит от того, приросли ли вы к прошлому году и выполнили ли вы условия, показатели основной активности и рекрутирования. Вот мы… хочу сказать, что у нас в команде Наталья Руднева получила Шкоду Рапид по программе. Мы с Виталией тоже получали в свое время Вольво, Лексус, сейчас Мерседес купили, и компания это все оплачивает. Девочки, у нас сейчас отключится связь, потому что 40 минут. Давайте я сейчас Наташе Слюсарь скину свою ссылку, чтобы нас никто не отвлекал, и вы войдете по другой ссылке. Наташа, перекинь девчата. Спасибо. 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 Спасибо.